Золушка. Сказка. Давным-давно жил-был добрый человек, который потерял свою жену. У него осталась маленькая дочка. Отец девочки долго горевал, но спустя какое-то время женился на другой женщине. Злая мачеха и две ее дочери не взлюбили девочку и постоянно обижали ее. Однако беда не приходит одна. Вскоре умер отец девочки, а мачеха стала еще хуже относиться к ней. Она отобрала у девочки все ее платья, выгнала из комнаты и приказала жить на чердаке в маленьком коморке. Девочка росла и безропотно выполняла самую тяжелую работу. Она подметала, начищала кастрюли и котлы, мыла окна и полы, стирала, застилала кровать и выгребала золу из печки. Ее прекрасные личико и латаная, перелатанная одежда были покрыты золой. Поэтому все стали называть ее золушкой. Но золушка никогда не жаловалась на свою судьбу. Всегда была любезной, милой, вежливой. Она любила людей и животных, даже вредного кота, который доставлял ей немало хлопот. Сестры золушки были очень капризными и относились к ней, как к служанке. Целый день в доме были слышны их пронзительные крики. Разведи огонь! Что это? Пятно? Скорее постирай это грязнуля. Я ужасно голодна. Где мой завтрак? Хватит лениться за марашка. Королевстве, где жили золушка, мачеха и ее дочери, правил старый король. В последнее время он был очень задумчив. И вот однажды правитель решительно объявил. Принцу пора жениться. Во дворце так пусто, так грустно и ужасно скучно. Как же я хочу дождаться внуков. На следующее утро по городу разлетелась весть. Король созывает бал, чтобы найти принцу невесту. Правитель приказал, чтобы все незамужние девушки королевства явились в назначенный день во дворец. Все? Значит и я пойду? Но у меня нет подходящего наряда. Сгрыстнула золушка и тут же вспомнила про мамино платье. Она побежала на чердак, причесалась и нарядилась. Когда сестры увидели прекрасную золушку, они не могли поверить своим глазам. От заморашки не осталось и следа. Завистливые сестры набросились на нее и разорвали единственное нарядное платье золушки. Твое место здесь, на кухне, а не на балу. И золушка осталась дома. Бедняжка смотрела на свое разорванное платье и горько плакала. Вдруг что это? Возле девушки появилась ее крестная фея и ласково сказала. Не расстраивайся, дорогая, я помогу тебе. Немного волшебства, и ты сможешь отправиться на бал. Фея взмахнула волшебной палочкой и вместо большой тыквы появилась золотистая карета. Мыши превратились в лошадей. Старый конь в кучера, а пес в лакея. Он и помог золушке забраться в карету, которой позавидовала бы сама королева. Крестная фея снова взмахнула волшебной палочкой и лохмотья исчезли, а вместо них появилось прекрасное платье. Фея обратилась к золушке. Отправляйся на бал, но помни, как только часы пробьют полночь, платье превратится в лохмотье, а карета в тыкв. Когда золушка появилась во дворце, все ахнули от удивления, а принц не мог отвести от нее взгляд. Он никогда не видел такой чудесной девушки. Принц решил, что непременно женится на незнакомке. Весь вечер принц танцевал только с золушкой. Время летело так быстро. Золушке нужно было торопиться, ведь полночь совсем близко. Часы на башне уже начали отбивать двенадцать ударов. Еще мгновение, и чары развеются. Золушка бросилась к выходу, ведь времени было мало. Она так торопилась, что обронила на ступенях туфельку. Вот все и закончилось. Чары развеялись. Карета, лошади, кучер, лакеи исчезли, а вместо платья на золушке снова появились лохмотья. И только хрустальная туфелька напоминала девушке о том, что это был не сон. Туфелька и огонь любви. Я чувствую, что принц тоже меня полюбил. Может, он найдет меня? Может, в один прекрасный день он постучится в мою дверь? Ведь в жизни, как в сказке, случаются чудеса. Я верю, что любовь победит все преграды, надеялась счастливая золушка. Утром королевские глашатаи передали приказ принца. Девушка, которая потеряла хрустальную туфельку на королевском балу, станет моей женой. Кажется, это была золушка, догадалась мачеха. Запру-ка я ее в комнате. И пусть себе плачет. Посланцы короля ходили по всему королевству. Все незамужние девушки должны были примерить туфельку. И та, кому она придется впору, станет женой принца. Обе сестры попытались счастья, но туфелька была им мала. А тем временем мышкам удалось раздобыть ключ, и они вышли, выпустили золушку из ее коморки. Увидев золушку, злые сестры подняли ее на смех. Смотрите, смотрите, эта замарашка в лохмотьях тоже хочет выйти замуж за принца. Золушка примерила хрустальную туфельку. И, о чудо, башмачок идеально подошел. В королевстве началось веселье. Люди ликовали. Что за счастье? Принц наконец-то женится. Довольный король воскликнул. Вот это чудо, честное слово! Завтра свадьба и веселье. В тот же день сыграли свадьбу. Принцы Золушка жили долго и счастливо.